В последний месяц осени в российском законодательстве появятся важные изменения, которые коснутся многих россиян. Во-первых, автомобилистам с 1 ноября электронные извещения о ДТП можно будет оформить в любом регионе России, независимо от того, где произошла авария. Но для этого нужно, чтобы оба участника ДТП были зарегистрированы на госуслугах. Также потребуется приложение помощника САГО. Кроме того, бумажные ПТС водители на руки получать не будут, их сделают электронными. Есть еще одно нововведение. Маркировка шин с 1 числа станет обязательной для импортеров и производителей. Что касается бизнеса, агрегаторов товаров и услуг с 1 ноября обяжут принимать платежи по карте МИР. А еще вступит в силу закон о так называемой регулярной гильотине. Данная реформа предполагает полный пересмотр предъявляемых бизнесу требований. Полностью регулирование заработает с января будущего года. Правило выплат на детей от 3 до 7 лет также изменится с 1 числа. Для родителей сократят количество документов, которые необходимы для получения помощи малообеспеченным семьям. К примеру, не нужно будет подавать документы, в которых присутствует информация об элементах. Еще из хорошего. В России продлили льготную ипотеку под 6,5 процентов, действие которой должно было завершиться 1 ноября. Сейчас купить жилье под низкий процент можно будет до июля.